Здравствуйте, дорогие друзья! Мы следим за известным ученым-астрофизиком Стивен Хокингом, британским, и он все время делает заявление. Он говорит, что, конечно, человечество сейчас развило все ядерное оружие, и, возможно, себя саму будет уничтожать, но, говорит, для того, чтобы рот человеческих мог продолжиться, ему необходимо колонизировать другие планеты. Он уверен, что через сто лет мы будем жить на Марсе, как планете наиболее похожей. Он уверен, что энергию мы будем получать из черных дыр и создавать свои черные дыры. То есть у него есть... Я вот завидую вот этому, знаете, у него масса жизненных таких сил, фантазии. Это, конечно, фантазии особенные. То есть недостаточно нам этой жизни на Земле, от которой мы убегаем на Марс, чтобы затем с Марса прыгать еще на какую-то планету, еще на какую-то... И везде оставлять за собой вот такую же цивилизацию, как на Земле. Да, вот это страшно. Что нас вынуждает покинуть Землю и переселиться на Марс? Наше несчастное, убогое развитие. Так мы от самих себя будем убегать на Марс? Мы сделаем там ту же колонию, что и на Земле? Для чего нам это надо? Для чего нам нужна энергия из этих черных дыр, чтобы сделать в себе в самих черные дыры? Не изменяя человека, нечего никуда даже дергаться. Абсолютно никуда. Какой смысл в этом? Астрофизик, он все время грезит тем, что завоевание следующих каких-то небесных тел, камней, по сути дела, оно даст человечеству счастье. Но я приземлился на Марсе. Что дальше? Я помню, как в детстве я мечтал об этом. Я готов был, вот, пошлите меня без возврата туда. Да. Ну, дальше. А для чего она, что она там может дать? Да, романтика заканчивается при первом столкновении там человеку с человеком. Приземлился, вышел, посмотрел, осмотрелся, все пусто, все тихо. Сейчас что будем делать? Размножаться здесь, в скафандрах, да? Ставить какие-то... Домики. Домики герметические. И далее, что мы будем делать? Отношения между нами будут такими же. Как и на Земле. Мы что, будем Землю размножать в еще видах? Несчастная Земля. Пока мы не изменим человечество, нам некуда деваться, нам некуда вообще думать, зачем разносить заразу по всему космосу. В этом заключается мечта астрофизика? Понятно. Я не понимаю этого ученого. Продолжение следует...